Всем привет, друзья! С вами канал Максган, оружейный магазин Максган. Сегодня у нас на обзоре новый, ну как относительно новинка, тепловизионный прицел компании IRA, Дженни. Вот он, Дженни, GL35R. По сути, в принципе, то же самое, что и прицелы SAIM, но здесь встроенный дальномер, что очень удобно замерять дистанцию. Что про этот прицел хочу сказать? То есть матрица у него 384, размер этого, как его, матрицы, ну пиксель на самом матрице, он 12, то есть он маленький, не 17, а 12, видно в него хорошо. Аккумуляторная батарея съемная 26650, но я не буду сегодня откручивать. У нас был прошлый обзор, я показывал. Настройка резкости, диоптрия, здесь кнопки включения, кнопка быстрого включения и быстрого выключения, то есть такой режим ожидания, это она. Этой кнопкой удержания мы пользуемся, чтобы включить, активировать дальномер, также повторным удержанием он у вас будет сканировать вашу дистанцию, то есть куда бы вы ни навели, он будет работать в режиме скан. Далее мы идем, это меню, то есть и быстрым меню удержанием кнопки расширенное меню. Здесь фото-видео, быстрым нажатием фото-удержание видео. Дальше что комплектуется? Комплектуется прицел, значит, ну коробкой, понятное дело, сумочкой, USB, микро-USB кабелем и кабелем для рекордера, я так понимаю, то есть у него очень комплектация идет. Вот сюда вот, а нет, ТЭПСи кабель, прошу прощения, ТЭПСи, не микро-USB, а ТЭПСи. Это можно его заряжать, не заряжать, а видео перекидывать как бы, ну то есть, да и заряжать не знаю точно, не пробовал, ну заряжать аккумулятор отдельно можно заряжать. Дальше он комплектуется вот такой быстросъемной планкой, хорошей планкой, крепится на трех болтах, на больших мощных болтах. Эти болты я посадил на фиксацию резьбы, чтобы у нас более четко все работало. Быстросъемный, значит, крепление вивера, крышечка, такая вот, наглазник. Значит так, быстро по техническим характеристикам матрица, еще раз повторяю, 384 на 288, плотность пикселя, то есть, размер этого пикселя, ну в матрице 12, 12, то есть он маленький, что качество картинки будет, естественно, более качественное. Дальше у нас идет чувствительность 40 обновления, ну то есть вот эта вот теплота, да, то есть чувствительность 40 у него идет, это тоже неплохо. Частота обновления герц это 50 у него идет. Объектив, диаметр, кстати, вот сразу скажу 35, 35, то есть диаметр объектива. Поле зрения, то есть на минимальном, ну, 7,5 градусов будет, на максимальном 5,7 градусов. Оптическое увеличение от 2,8 кратности, это будет у него минимальное увеличение. В режимах у него еще идет 3 увеличения, то есть единица, двойка, четверка. Три увеличения. В принципе, стандартные характеристики, обнаружение, значит, цели... А, ну вес я, главное, что вес я не сказал, это 600 грамм весит без крепления. Этот прицел весит 600 грамм. С креплением, ну, где-то 680 будет. Дальше, обнаружение объекта, как человек, ну, у него очень большое, где-то 1800 метров 1500. Ну что, друзья, давайте его установим. Сейчас я покажу, вот у нас ружье. Держит, значит, отдачу до 6000 джоулей, что, в принципе, мы их уже тестировали, эти прицелы I-Ray, и они действительно держат. Мы берем за основу, значит, базу, винтовку, то, что у нас есть в арсенале, самую мощную, самую легающую, которая убивает прицелы. Повторяюсь, она у меня люпальды убивала. Ну, мой люпальд, она убила, который стоит 100 тысяч рублей. Прицела я с них стреляю, поверьте мне, не 10 раз, я стреляю 60-100 раз, вот с этой винтовки. Ну что, будем пробовать. Значит, смотрите, как он просто одевается. Вот у нас планка вивера. Мы берем, вот я на старые салазки сюда вот ставлю. Правда, я не пристреливал его, но вот обычно сюда вот. Я помню, как мне было удобно глазу ближе сюда. И все, я начинаю его закреплять вот таким образом. Раз, флажочек, два флажочек, все. Итак, вот, значит, подготовлюсь к стрельбе. Патрон используем СП-18, ТК-598, ружье, прицел IRA Дженни, GL-35R. Так, сейчас я включу запись на прицеле, чтобы вам была видна картинка. Так, вот, у меня настроен горячий-черный. То есть, я буду стрелять по мишени. Горячий-черный. Теперь мне нужно пойти посмотреть. У меня нету никаких с собой... Нету ничего с собой, чем я мог бы увеличить и поглядеть, куда я попал. Итак, вот мы смотрим. Значит, давайте быстро по прицелу покажу, вот как у него палитра меняется. Вот, значит, мы на горячем-черном сейчас. Я нажимаю быстрое меню и переключаюсь. Горячий-красный. Ну, этот ультрафиолет, как его называют, я не знаю, цветовая эта палитра. Так, вот видите, у нее тоже как хорошо видно. И горячий-белый, и горячий-черный. Ну, то есть, все понятно. Давайте на другом попробуем. Вот на горячем-красном. Или давайте вот на этом. Так, все, оставляю. Записи я останавливаю, иду проверять. Идем проверять, куда я попал. Так, вот у нас отклонение пули, вот у нас центр. Пойдемте, мы сейчас его, значит, поправим. И остальные выстрелы сделаем сюда. Вот я попробовал, кстати, воткнуть сигарету. Посмотрим, как будет видно ее. Она немножко нагрета, немножко. Мы сейчас посмотрим, как ее будет видно. Я ее специально развернул. Итак, начинаем. Настраивать прицел. Входим в расширенное меню, удержанием кнопки меню. Опускаем в самый низ. Вот у нас настройка верхняя самая. Самая верхняя настройка, это настройка прицела. И начинаем, значит. У нас вверх-вниз сейчас настроен, нам это не надо. Вот, влево-право. И смещаем все указатели, которые есть, влево. Вот, я думаю, достаточно. Нажимаем кнопку сохранить. Это меню кнопка. Нет, удерживаем кнопку меню. Все. Сохранено. Опять удерживаем кнопку. Вышли из меню. Делаем повторный выстрел. Чтобы выстрел был точнее, я буду увеличивать. Кратность мне так лучше видно. Все, я прицелился в центр мишени. Выстрел произвел. Предлагаю отстрелять сразу три выстрела. Мишень очень большая. Я стараюсь целиться в ее центр. Но сильной кучности с такой мишенью, с таким тепловым объектом, я не добьюсь. Но хоть что-то. Забыл включить запись. На третьем выстреле я включил запись. Вам будет видно. Два выстрела я отстрелял. Делаю сейчас третий выстрел. Сигареты, честно говоря, я не вижу. Вижу, что наша мишень тепловая разбилась. То есть, это было видно даже в прицеле. Вот у нас вообще точка какая-то светится. То есть, мы ее разбили. Сейчас я поменяю палитру. Итак, продолжаем, значит, пристрелку. Я корректирую по этой большой мишени прицел до конца. До более точного выстрела. Ну, все. Смотрите, друзья. Эта группа у нас прошлая была, но я здесь чуть дернул. И вот мы сделали... Вот они, три попадания у нас. Раз, два, три. Чуть-чуть осталось подправить. Мне непонятно по этой мишени, как целиться. То есть, я целюсь. Она большая. Она большая очень. Мне неудобно. Вниз опущу и стрельну уже по банке. Чтобы было точно видно. Вот она, ребят, тыкашка, только стольное оружие. Насколько она точная. Сейчас я собрался, группу отстрелял. Хорошо. Банку будет видно. Она в машине нагрелась. Такое-то время ее сейчас будет видно. Сейчас я немножечко опущу. И чуть-чуть правую сетку сдвину. И сделаем выстрел-контроль по банке уже. И посмотрим. Заодно включу запись на прицеле. Посмотрим, как будет видно банку. Банку видно очень хорошо. Сейчас я включу запись. Сейчас я подправлю. Значит, поправляем мы прицел входом в меню. Удержанием кнопки. Ты только съемку снимаешь? Нет, она ничего не видно. Я буду при выстреле снимать съемку. Выходим из пристрелки, когда мы все процедуры провели удержанием, кнопкой меню. Все. Сохранено изменение у нас. Итак, друзья, я включаю камеру. Съемку на прицел. Вот что мы видим. Нашу мишень. Нашу тепловую грелку. И мы видим банку. Банку видно очень хорошо. Ну что? Давайте стрелять по банке. Непонятно. Попала я в банку, нет. Могла пройти ее просто насквозь. Давайте еще выстрел сделаем. Знаешь, все угодно. О, банка улетела у нас в щепке. Попробую, вот по низу попал. Банки нет. В ней была немножко воды. И чуть-чуть совсем. Сейчас попал по дну, значит. Она и разлетелась у нас. Это банка. А первый раз, скорее всего, я попал чуть выше воды. И поэтому она очень легко прошла. Так, ну что же. Все. Как бы прицел Дженни довольно-таки интересная модель. С учетом того, что здесь есть дальномер. Все-таки я попробую снять это на видео. Вот, я включаю дальномер. Так, вот. Вот наше расстояние. Если будет видно, 97 метров. И вот скан у него идет. Вот, 97 метров. Я выключаю его. Выключается дальномер кнопкой выключения одним нажатием. Все, он выключен. Все, я выключаю видео на тепловизоре. Мы отстрелялись. И также я выключаю прибор. Быстрым нажатием. Это прибор в спящем режиме. То есть, так же я нажимаю. Он сразу же у меня включен, работает. Долгим нажатием мы его полностью выключаем. И вот у нас получается меню. В нем появляется меню выключения. Мы просто нажимаем кнопку меню один раз на галочку. Окей. Если мы хотим отменить, значит мы делаем нижней кнопкой вниз. И все. И отменяем выключение. Так, нам нужно выключить, значит мы его выключаем. Нажимаем кнопку меню. Все. Окей. Нажимаем кнопку меню. Один стрел в ней был или один. Итак, друзья. Все. Пристрелялись. Поправили прицел. Почему такой был небольшой разброс? Вот этот флажок задний. Я до конца не закрепил. То есть, не до конца его утопил. Будьте внимательны. Когда это моя площадь, я его просто до конца не довел. Невнимательность моя. Теперь, смотрите. Вот я сделал две еще серии. Вот последнюю серию я просто принес сюда. Все серии примерно одинаковые у меня были. Точно такие же. Ну, то есть, вот до этого я пристреливал. Это гладкоствольное оружие. Это К-598. То есть, раз, два, три. То есть, здесь три пули. Ну, я не знаю. Сто метров дистанция. Напоминаю, сто метров дистанции. Здесь меньше трех сантиметров. Тут где-то два сантиметра. То есть, ну, разброс. Опять же, это большой этот квадрат. Я старался целиться в него. Вот он у меня здесь снизу. Вот он разбитый. То есть, из-за него высыпалось все. Я не знаю, он сам, наверное, упал уже. Точно, я его где-то уже потерял. То есть, ну, как бы я в него попал, все четко. Хочу передать привет Эмилю на канале ProfHunter. Он тоже владелец ТК-598. Ну, и всем, кто владеет 598-й ТК-шкой, хочу сказать. Вот они, патроны новой партии. СП-18, техкримовская, партия 0-4П. П, как, это английское, ПР русское. То есть, если, видите, они в серебристой гильзе. Старые гильзы были чуть другие. Ну, вот партии мне попадались. Обычные серые гильзы. И они более короткие. Эти более длинные патроны. То есть, гильза сама чуть длиннее. Скорость у них немножко уменьшила. На пачке написано 620 метров в секунду вместо 650 метров в секунду. У меня еще два товарища, которые владеют ТК-шкой 598. У всех такая кучность. То есть, патроны по палец, техрем. Ну, блин, делайте чаще такие патроны. Это просто шедевр. Даже крутить не надо. Вот я. Это не каждое нарезное оружие, повторю, может сделать. Только дорогое, хорошими патронами. Этот патрон, напоминаю, стоит от 50 до 65 рублей. Ну и прицел, опять же, прицел Дженни. Вот, пожалуйста, кто говорил, что степлика нельзя собирать кучности. Вот, пожалуйста, вам прицел. Есть дальномер. Есть дальномер. На нарезнике он будет себя вести намного лучше. Здесь все-таки очень сильная отдача. То есть, она такая длительная, то есть, неприятная. На нарезном она более резкая такая и короткая. Он лучше будет, и она меньше, естественно. На тот же самом 308 калибре. Даже на 306. Ощущается это в плечо меньше, чем у этого. Хотя энергетика, ну, примерно одинаковая. Здесь все-таки калибр 9.6, то есть, фактически 10.5. Ну, пуля 10.5, а калибр 9.6 на 53. Вот этот диаметр, он как раз-таки и бьет очень сильно. То есть, как на 12-м ружье. То же самое, в принципе. Если могу не стрелять, тоже неприятно. Прицел Дженни работает отлично. Сейчас мы сегодня едем на охоту, что-то попробуем поснимать. Если нам повезет, кого-то мы добудем. Мы посмотрим, как он работает на охоте с подхода на лисицу. Вот. На лисицу. Так что, стрелять мы с такой кучностью можем в голову, не портя из этого калибра шкуру. Я так и делаю, в принципе, постоянно. То есть, стреляем по лисам в голову. Даже на 150 метров я работаю, ну, как бы, с этим ружьем. Очень даже замечательно. Отличное ружье. Прицел шикарный. Видно в него, как бы, ну, по пристрелке. Очень удобно, очень хорошо. Я думаю, что на охоте мы, он покажет себя так же уверенно и хорошо. Потому что с тем же самым Саймом мы отлично отохотились. Даже на загонную охоту. Пробуем в этом прицеле. Пробуем с этим прицелом. Подписывайтесь на наш канал. Значит так, сайт у нас maxgun.ru. Мы оставим ссылочку на этот прицел. И, в принципе, через нас можно заказать любой прицел компании IRA. Нам предоставляет на обзоры компания Art Elf. Это прямой дилер, который завозит напрямую с Китая эти прицелы. То есть, у этих прицелов, кстати, хочу сказать, по цене и по качеству пока, то есть, не могу я сказать, что лучше. То есть, я считаю, их лучше нет. Мы с ними работаем. У них гарантия 2 года. Отличный отклик идет. Пока у нас не было, ну, как бы, не к сожалению, наоборот, очень хорошо, что не было у нас проблем с какими-то возвратами, там, поломками. То есть, мы с этим не сталкивались. То есть, ну, как мне ребята рассказывают, то, что, да, бывает, конечно, что-то с завода может прийти, и, конечно же, где-то с браком. Но это все без проблем работается, меняется. Покупайте у официалов. Мы официалы Art Elf, ну, понятное дело, это также можно у них. Ну, заказывайте через нас эти приборы. Также есть гляделки. Весь ассортимент вы также можете нам позвонить. Номер я оставлю свой также в описании. То есть, можете напрямую прям звонить. Мы вам скинуем счет, вы оплачиваете. Мы вам доставляем в любую точку России. Всем пока и подписывайтесь на наш канал. Будет много интересных видео. А сейчас мы ием на охоту.